Это вечерние новости на Первом. Здравствуйте в студии Валерия Кораблёва. Так, сегодня днём в метро Санкт-Петербурга на синей ветке произошёл взрыв. Первые срочные сообщения поступили около трёх часов. Тут же в социальных сетях появились фотографии и видео очевидцев. Дым на станции, развороченные двери вагона. Кровь, неразбериха. Сначала была информация о двух хлопках на соседних станциях, Синная площадь и Технологический институт. Однако потом стало ясно, взрыв был один на перегоне между этими станциями в вагоне поезда. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Дмитрий Витов. Он работает у станции Технологический институт. Дмитрий, мы ждём от вас последнюю информацию. Валерия, за моей спиной станция Технологический институт. До неё всего 100 шагов, но все подходы к ней пока всё ещё перекрыты сотрудниками полиции. А вот движение по основным трассам, Московскому проспекту и Зарогородному, и прилегающим улицам уже разрешили. Во всяком случае пошли трамваи и троллейбусы. Возможно, в ближайшее время разрешат движение и обычному автомобильному транспорту. Над нашей головой все эти два часа кружили по очереди вертолёты, спасательные вертолёты. Двум из них удалось приземлиться прямо на проезжую часть. Таким образом эвакуировали раненых. По нашим сведениям, их около 50 человек. Сообщают также о 10 погибших. Пострадавших доставляет 26-ю городскую больницу, Мариинскую и Институт скорой помощи. Только что поступило сообщение, да, действительно, второго взрыва вроде бы как и не было. Пока, во всяком случае, об этом говорят сотрудники городской администрации. Мы видели десятки людей, которые, стоя на тротуаре рядом с метро, пытались дозвониться до своих близких. Работает горячая линия МЧС, но она перегружена, и многие не могут дозвониться ни до близких, ни до горячей линии. По сотовой связи сейчас приходит рассылка смс от МЧС, что вторая, так называемая синяя ветка метро, закрыта полностью. Надо пользоваться другими станциями метро. А причины называются технические причины. Название метро «Технологический институт» потому, что напротив него прямо в двух шагах находится тот самый технологический институт. Вообще, эта площадь называется так называемая студенческая. Здесь еще есть знаменитый военмех, военно-медицинская академия и институт метрологии. Так что студентов в метро в момент трагедии было очень много. Это время, когда заканчивается учебный день. По словам свидетелей, взрыв был такой силы, что вывернул вагон буквой «Г». Его пришлось оттаскивать с аварийным локомотивом, чтобы оттащить его от платформы и эвакуировать раненых. В эти минуты городская администрация дает последнюю информацию журналистам. Проходит пресс-конференция прямо здесь, на площади. Возможно, в ближайшие минуты выйдут и представители правоохранительных органов. Мы ждем этой информации и как только будет возможность, сможем подобраться поближе и узнать что-то более подробно. Валерия. Ну, Дмитрий, мы ждем от вас подробностей в наших следующих эфирах. Это был наш корреспондент Дмитрий Витов. Он работает в Санкт-Петербурге около станции «Технологический институт». Ну и почти сразу в интернете появились фотографии и видео очевидцев. На кадрах дым, развороченные двери вагона, раненые, кровь, неразбериха. Люди еще не поняли, что произошло и что делать. В середине туннеля произошел хлопок, взрыв. Вагон немного подкинуло вверх. То есть, ну, стряска, пыль столбом стояла. Поезд так продолжал состав идти дальше. Вот. Ну, было страшно. У людей шок был, шок. И как бы потом уже спустя минуту-две начали сообщать машинисту о взрыве. Я был в третьем вагоне. Взрыв прошел в втором вагоне. Как это выглядело? Подпрыгнул. Яркая вспышка, сразу стало темно. Шум такой. И стекла полетели. Платформа, куча раненых людей помогали таскать. Двери открывать помогли. Мы поднимались с другом на эскалаторе. После этого случился взрыв. Услышали сразу крики женщины. Эскалатор остановился. Мы, собственно, обернулись. Начался идти дым. Потом, ну, мы, слава богу, были уже наверху. Когда вышли, все метрополитени, сотрудники начали нас выгонять оттуда. Ну, сейчас Петербург снова на связи. Наш корреспондент Дмитрий Витов выходит в прямой эфир. Дмитрий, есть ли информация о состоянии пострадавших в больницах? Валерия, ну, только что поступила очень печальная информация. Двое раненых, которых доставили в Мариинскую больницу, все-таки скончались в больнице. Таким образом, список погибших растет. Но количество раненых пока вот тоже не уточняется. Точно неизвестно. Ну, вроде бы, действительно, около 50 человек. Еще стало известно о том, что предварительные данные, это не официальная информация, но вроде как по предварительным данным сработало безоболочное взрывное устройство. В тротиловом эквиваленте это 300 грамм тротила. Как говорят сотрудники метрополитена, все-таки, скорее всего, удалось предотвратить еще большее количество жертв, потому что на входе в метро всегда работают рамки металлоискателя. Они через них проходят буквально все, а особо подозрительных людей или какой-то очень большой багаж досматривают сотрудники вместе с сотрудниками полиции. Вот эта информация, которую на данный момент еще раз подтверждаю, что движение троллейбусов, маршрутных автобусов и трамваев на Московском проспекте и на Загородном возобновлено. Но подходы к станции метротехнологический институт до сих пор еще перекрыты сотрудниками полиции. Валерия. Спасибо, Дмитрий.